В этом году Вольному экономическому обществу исполняется 255 лет. В разные годы члены одной из старейших общественных организаций в России становились полноценными участниками важнейших изменений в государстве. Одним из них был Адам Иванович Бриль. Один из президентов Вольного экономического общества во времена правления Екатерины II периода первого этапа расцвета промышленности. Адам Бриль начал свою карьеру с военной службы в должности бригадира и в конечном итоге продвижение по карьерной лестнице привело его к званию генерала-поручика. В 1767 году он был назначен губернатором Иркутска. В летописях упоминается, что Бриль был человек, доступный всякому, скромен и рассудителен в делах. За свои заслуги перед городом в 1770 году он был награжден орденом Святой Анны I степени. В то же время Бриль стал активным членом императорского Вольного экономического общества. А в 1778 году, после переезда в Москву, его назначили президентом мануфактур-коллегии. Именно в период его правления число предприятий легкой и тяжелой промышленности в России того времени выросло в несколько раз. С 200 мануфактур в 1725 году до 2094 в 1799 году. Причем самый активный рост предприятий пришелся именно на период активной деятельности Адама Бриля. В тот период, как и сейчас, подъем отечественной промышленности был особенно важен для экономики страны. Во время его президентства также проводился курс на поддержку изобретателей и поощрения сельских хозяев, которые использовали современную технику на своих полях. Уже в должности президента Императорского Вольного экономического общества в период с 1782 по 1784 годы он выдвигал различные идеи по увеличению числа рабочих мест и усовершенствованию работы различных предприятий, а также идеи создания единых монопольных организаций. Генерал-поручик Адам Бриль скончался в 67 году жизни. За свою долгую продуктивную карьеру он отличился нововведениями в торговой отрасли, в военном деле и в должности президента Императорского Вольного экономического общества, делая упор на технические новшества и развитие промышленности того времени.